Всем привет! Сегодня мы с Алексеем вам расскажем о неплохой замене скайпу со всеми его взбрыками. Смотрите, какая имеется хорошая возможность в самом броузере Google Chrome. Появляется довольно любопытная возможность. Вот я сейчас вам ее просто-напросто и продемонстрирую. Значит, Алексей, ты меня хорошо слышишь? Да, да, хорошо. Так, я сейчас вот включу свой экранчик. Вот у меня здесь, значит, отключена камера. Ну, ради, так сказать, чистоты эксперимента, ну вот, посмотрите, как говорится, вот так же и видео может это самое показывать все нормально. То есть, практически нормальная голосовая и видеосвязь, и тут, как говорится, безо всяких. Вот. Причем ставиться это очень, скажем, несложно. Значит, Леш, покажи, значит, как ты искал в Google Chrome вот это вот приложение, и как его ставил. По-моему, вот так. Где же у тебя? Расширение. Расширение. Вот оно выглядит вот таким образом. Вот эту вот фразочку нужно пользователям запомнить. Google Hangouts. В принципе, даже достаточно одного словечка. Алексей, выдели и скопирую просто. Hangouts. И иди, еще, расширение. Вот здесь вот надо зайти в магазинчик, вставить вот сюда Hangouts. И вот, посмотрите, значит, у нас оно уже установлено. Вам надо ставить вот это вот расширение. Вот, когда вы по нему так вот уже нажмете установить, он установится, у вас потом будет уже, что он уже установлен. Дальше. В расширениях, вот, должна просто стоять галочка, что оно включено. И все. И вот, когда это дело сделано, появляется, значит, очень интересная такая штучка. Значит, появляется, во-первых, на панельке самого браузера вот такой значок. Ну, самое-то интересное, что появляется значок на верхней панельке Linux Mint. И вот теперь, значит, Леш, я, значит, сейчас отключусь, ты тоже, и я тебе сделаю пробный звонок, а люди, значит, вот посмотрят, как у тебя все это дело включается. Договорились? Хорошо, не вопрос. Так, значит, что мы сейчас делаем? Сейчас мы просто-напросто отключаем это самое. Сиси отключаем? Да, да, да. Вот, посмотрите, у меня практически, значит, полностью все отключено. И вот только на верхней панельке Linux Mint, значит, вот значочек Google Hangouts. Вот я на него нажимаю, выбираю, значит, из списка вот Алексея. И вот ему я делаю звоночек. Вот у него появляется окошечко всплывающее. Он нажимает и, как говорится, спокойно со мной разговаривает. Звук тоже был, Алексей, да? Да, да, хороший звук, все нормально, как бы. И я специально показал, что панелька появилась. Есть кнопочка ответить, отвечаете, свободно слышно, хорошо. Теперь, значит, вот особенность, какую, значит, Леша, мы нашли. Расскажи про Mozilla. Ну, в Mozilla... Там надо скачивать, по-моему, оно вставится, это расширение. Оно вставится, и плюс надо еще скачать дебяновский хайлик. Да, плюс там нам надо будет еще одну панельку скачивать, но это тоже все в расширении. Ну, через Mozilla, вот, значочек вот такой вот, на верхнюю подопустимую. Ну, вручь, я просто открою Mozilla, да, покажу. Давайте, давайте, конечно. Оно у нас там отрывается. Да, ну да, да. В общем, получается, вот так вот выглядит приложение, это все. Когда оно открыто. Угу, угу. Довольно симпатично. А вот два значка. А один получается с ними на приложение, вот это вот. А вторая панелька. Ну, я думаю, в принципе, тут даже можно и без панельки спокойно жить, да? Ну, я думаю, что да. Я просто хочу показать в расширениях, как эти расширения выглядят. Да, да, вот, пожалуйста, открой вкладочку с расширениями. И ты тоже набирал, тоже набирал хэнгаутсы. У тебя на... Да, да, вот они, хэнгаутсы, панели и хэнгаутсы просто. Ну, вот, ну, в принципе, панель можно у тебя уже и отключить, да? Ну, по большому счету, да. Ну, ладно. Я не могу это вам делать, я хочу все-таки поэкспериментировать. Может, она будет высвечиваться однообразно. А, и на это. Добро. Ну, ну что, я считаю, что очень даже, как говорится, хорошее дело. То есть, у пользователя теперь. Потому что у скайпа постоянно там то со звуком это самое, то еще что-то. Я не могу сказать, что здесь тут можно там кучу пользователей добавлять или там группы какие-то создавать. Ну, по крайней мере, вот список пользователей есть. Некоторые из них, допустим, как там они ко мне прилетели, я не знаю. Ну, вот я, допустим, я не знаю. Ну, значит... Не, ну, присоединяться можно в любом случае. Как вы видите, здесь есть соединение. Соединение, то есть, присоединять еще можно, делать конференцию в любом случае. Да. Не ограничивается она там диалогом с двумя людьми. Можно точно так же. Хорошая просто альтернатива скайпа. Помимо того, что его не нужно будет устанавливать как приложение. Это самый огромный плюс. Как программу, да. Просто грамотно настроенный Google Chrome или Mozilla. И все. И у вас, как говорится, самое-то главное, что имеется. Вы можете писать там сообщение. Значит, и можете, значит, практически, значит, иметь хорошую, качественную видеосвязь. И связь голосом. Вот и все. Да, но всего этого здесь еще возможность есть добавлять это все дело на андроиды всевозможные. В настройках всевозможные настройки видеосвязи можно добавлять расширения. И в настройках можно добавлять уже мобильным там устройством всевозможным. То есть это тоже огромный плюс. Так как это не приложение, а просто-напросто расширение для браузера, которое работает на нетбуках и на андроидом системах. То есть можно пользоваться свободно. И как бы ничем не ограничивается это. Ну вот эта тема хорошо, как говорится, безо всякой головной воли. Потому что все здесь текстовые сообщения по функционалу, они один к одному. Я что-то даже пока и не разобрался, где там можно написать текстовые сообщения, потому что тут-то... Ну, оно в настройках вот здесь вот заходит. Здесь, во-первых, можно искать, поиск по чату. И потом здесь... А, вот оно. Вот, 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 вот. Все, все, понятно. Ну-ка, кликни Enter, и я посмотрю, что у меня там это выскочит. Так, вот у меня. У нас звуковой сигнал. У меня уже выскочило. Так, а вот то, что ты мне отправил, бог его знает. Ты мне всякую типу хо отправлял или что? Нет, я просто несу это подряд. Вот, давайте... Ну, давай еще раз пошли. А, вот, есть. Он попу, о, там это самое... Да, да, сейчас я вот уже... И привет там написал. Ну, все нормально. То есть, голос, видеоизображение и текстовые сообщения. Практически все функции скайпа, как говорится, присутствуют. Да, аналогично скайпа. Поэтому, пожалуйста, значит, пользователям, у которых там были какие-то там проблемы со скайпом, значит, теперь имеется хорошая, значит, альтернатива. Поставить все через Google Chrome. Почему через Google Chrome? Потому что на панельке появляется в самом Linux в Cinemonie вот этот значок. Смотрите, Алексей, чтобы еще быть, это, такие же смайлики, как бы, можно отправлять. Да, да, а ну-ка, попробуй вот парочку смайликов мне послать. Ну, вот я их сейчас поподставил, и они ушли к вам. Это одно. И помимо всего этого, можно как писать, так еще и отсылать фотографии. Вот он открывает, выбрать фотографию, и вы просто-напросто выбираете... Вот это вот я проглядел. Еще раз покажи, откуда ты до этого добрался. Так, вот внизу в чате, где... А, вот картинка, картинка, да? Вы на нее нажимаете, открывается окошко. А тут еще и смешная функция есть. Посмотри-ка, нарисовать картинку. Ну, да. Видел, нет? Загрузить, да, можно с веб-камеры, можно поиск видео, альбомы, всевозможные фотографии. Я позариваю. Ну, скорее всего, можно, скорее всего, даже и небольшие файлики просто посылать. Ну, я думаю, что да. Ну, как бы, не пробовали этого. Я думаю, что возможно. Ну, давай тогда вот это дело закроем, а я сейчас попробую нажать на карандашик. У меня вон что-то было сейчас. Во! Так. Ну-ка, вот здесь вот у тебя тоже скачет карандашик, да? Да. Так, вот. Нарисовый. Подожди, подожди, вот. Ага, вот я. Ну, давай ты рисуй. Я тоже тут что-то там такое взял. Вот. Все рисую. Вот, отправил. Так, а вот не знаю, получил ты его или нет. Так. А, вот, 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 получил, да? Да. Ну, вот, видишь, как прекрасно. И фотографии можно посылать, и даже коротенькие рисуночки, как говорится. Скорее всего, и файлики можно будет прикреплять, и так далее. Естественно, мы просто как бы до конца еще не разобрались в этой каранде. Но основные... Да просто была, скажем так, очень большая радость того, что появился, скажем, очень достойный конкурент. Все-таки сама по себе компания Google очень известная. Вот. Ну, как-то они не очень-то рекламировали то, что они, как говорится, сделали. А сделали-то они замечательную вещь, и надо людям спасибо сказать. Ну, говорят, хороший товар в рекламе не нуждается, но мы его все-таки про рекламировали. Да, обязательно, потому что теперь многие пользователи, значит, смогут это дело у себя поставить. И пользоваться, как говорится, безо всякой головной боли, нормальным общением, значит, и голосом, и видеокамерой, и писать друг другу сообщения, там, и фотографии пересылать. Ну, все практически, чем так гордился скайпы. Да, помимо всего этого, можно здесь просматривать всю историю. Здесь вот она двигается в разные стороны. Допустим, если вы пропустили какое-то сообщение, ну, как, допустим, кнопком подсвечиваться. А здесь полностью вы будете видеть, от кого пришло сообщение, когда был звонок, детальная информация. Это, в общем, тоже положительная вещь. То есть не надо заходить конкретно в скайп и смотреть, кто тебе звонил, кто не звонил. А здесь просто в панели прокручивается, смотрит события. Да, полностью нельзя требовать, говорится, молоденькой программы, всего функционала, чем все-таки скайп владеет на данный момент. Да, но возможности, собственно говоря, очень хорошие, я считаю. Поэтому, если кого-то что-то будет очень сильно доставать, да ради Бога, пользуйтесь на здоровье, да и все. Вот, а как мы это дело ставили и подстраивали, вам тоже все это дело было показано. Ну, ладно, значит, я желаю вам всяческих успехов, здоровья, всех благ, всех женщин поздравляем с 8 марта. Желаем нашим женщинам удачи, здоровья, счастья, любви, море цветов и так далее. Вот, так что вот, до новых встреч, до свидания. До свидания.